В прошлом году погода не раз испытывала славянцев на прочность. Залповые ливневые дожди и аномальный снегопад вызвали подтопление больших территорий. Городская система ливнеотведения не справилась с объемом выпавших осадков. Чтобы избежать повтора ситуации, на территории Славенска-на-Кубани продолжаются работы по очистке ливнестоков и магистральных каналов. Протяженность городских осушительных каналов составляет порядка 146 километров. Коммунальными службами было обследовано состояние всей вивневой системы города. Разработаны планы по увеличению ее пропускной способности. Работы по очистке и углублению ливнестоков ведутся ежедневно. Рабочая бригада проверяет узлы соединений, прочищает их от ила и зарослей, занимается промывкой труб. Чистят ливнестоки как вручную, так и с использованием специальной техники. В городе работает трубопромывочная машина, тракторы, погрузчики. Кроме этого, при поддержке администрации района проводится замена насосных станций на более мощные. Приобретены дополнительные мотопомпы и передвижные дизельные насосные станции. Приняли решение в этом году очень серьезно поработать над тем, чтобы произвести осушение нашего города. Для этого на сегодняшний день мы уже приобрели четыре больших насосных станции по 300 кубов в час и по 600 кубов в час. Параллельно строим ливневые канализации, прочищаем трубы для того, чтобы увеличить пропуск воды. Ну и самая главная наша задача, конечно, эту воду принять и вывести ее за пределы города. 20 миллионов денег на сегодняшний день выделено Славянскому городскому поселению с бюджета района, поэтому все болевые точки нам понятны, все работы прописаны и планируем в этом году, как я уже сказал, очень плотно поработать. Вот даже на этой территории, где мы находимся, вы видите, что там, где лежала одна труба, положили две трубы, там, где работал насос с недостаточной производительностью. На сегодняшний день мы меняем насосы. Одна из главных задач администрации в этом году – наладить работу системы ливнеотведения. Сейчас ее пропускную способность активно увеличивает, что позволит избежать подтопления при интенсивных осадках. Однако и жителям, особенно проживающим на низменных участках, нужно также принять все необходимые меры. По возможности приобрести насос для откачки воды и постоянно следить за состоянием ливневок около своего дома, очищать их от порослей и мусора, что прописано правилами благоустройства. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа События.